МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витает служба информации и телерадио компанию Гомель. У студии працуя Светлана Князева. Глядите у этого выпуска. Уважливо выслухать и допомогать. Помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко сегодня провел промую телефонную линию с жахарами региона. Слово «самая моцная зброя» сегодня у Гомеля ушановывали лепших журналистов в области. Выбитный державный дей, числовутый уродженец Ветковщины сегодня распрощались мероприемства, присвеченные 110-ти годзю Андрея Громыке. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Ширая размова с насильницем. Помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко сегодня провел промую телефонную линию, с жахарами региона. Что хвалюет людей, и какие отказы и не отримали, ведают наши корреспонденты. Когда мерковать по количеству телефонных звонков, то проведение этой промой линии жахары Гомельщины чекали. 37 зворотов за 2 годы. Працовать приходилось в режиме нон-стоп. А прочая гомельчан с значной активностью на этот раз вызначились жахары Хойников и Добруша. Причем люди не только огучивали проблемы, но и выказывали подзеки, замеры, которые были приняты по выниках передних линий. Жахары Гомельской Костюковки казали об наявности добрых дорог и чистой воды у домах. Зловицкого района подяковали за поддержку по развитию агротуризма. Когда видишь отдачу, видишь благодарность людей за те работы, за те мероприятия, которые проводит исполнительная власть для решения тех или иных проблем граждан, хочется делать еще больше. Конечно, мы привыкли, что больше жалуются, больше просят, но когда есть звонки благодарности, это вдвойне приятно. Что тычется огученных проблем, то их можно назвать традиционными. Рамон дорог, доброупорядку не дворовых территорий и наведение парадку на водоемах. Некольких граждан поскарделися на своих родных и соседях, которые ведут антисоциальный лад життя. Звороты у разной инстанции становчивого эффекта не дали. Помощник президента инспектора Пагомельской в области Юры Шулейко обещает, в самые ближайшие дни на место выйдут комиссии, которые выучат ситуацию и примут необходные решения. После завершения промой телефонной линии Йон подводит выники. Невыращальных проблем сегодня огучено не было. Первоважная большинство их будет оперативно выращено. Фактически мы из 37 вопросов 30 решим буквально сразу. Они объективные, они имеют место, они не проблемные, но решаемые абсолютно, без больших капитальных вложений. Здесь просто нужен хозяйский подход к ним. Лепшие умедые просторы. Сегодня в Громадско-культурном центре узнагородили переможцев областного споборництва сирот журналистов по выниках 2018 года. Дипломы отримали редакции газет, организации телебачения и радио, персональные журналисты. Об лучших представителях СМИ Гомельщины – сюжет наших корреспондентов. Селец о лепших вызначали у пяти номинациях. Лепшей организацией телебачения и радио стала Гомельская городская радио 107.4FM. Далее ведучая гучили переможцев у номинации «Лепший журналист организации телебачения и радио». Третье место – уголовного режиссера Гомельского городского радио Паула Шукевича. Другой отправляется у гэтую ж организацию, ягу отримлевая Алена Лагунова, начальника отдела радиовещания. И на реште переможная першая у нашей коллеги, ауторой ведучей усим знаемых программ «Размавляем по белорусску» с правосемейной Алены Троценко. Переможная место журналистка отримала у тымлику за цикл программ «Добрый вечер Гомель», присвеченных «Малой Радзиме». Тема «Малая Радзима» яна текавая за усёдые. И была текавая, и буде, и ёсь текавая. И поверьте, шмат людей, які ёсь что сказать и про справы, які робят яны деля «Малой Радзимы», и про те творы, які присвершаются «Малой Радзиме», и шмат людей, які хотели бы выказаться, просто выказаться, про свою «Малую Радзиму», про своих, скажем так, проткау. У номинации «Лепший фотокорреспондент» дипломом третьей ступеней узнагородзели журналиста Будакашалёвской газеты «Авангард» Ирину Паубец. На другой приступце загадчика дела фотоэллюстрации газеты «Гомельская правда» Олег Беловусов. Абсолютная перемога досталася Сергею Халадзиліну, уласному корреспонденту белорусского телеграфного агентства Пагомельской области. Сделал выставку персональную о сохранении белорусского нематериального наследия. Эта выставка экспонировалась в Белоруссии, в Гомеле, а потом в Италии. И вот там она произвела очень большой фурор, которого я, честно, не ожидал. Народу интересно наше народное творчество, наше мастерство, наш фольклор, наши танцы. И выставка менял большой успех. Это было очень яркое событие в моей жизни. Лепшими друкованными выданнями стали редакции газет «Чачарский въясник», «Гомельские ведомости» и уладальник першого месяца «Рычицкая газета Дня Провец». Когда меня спрашивают, что надо делать, я всегда говорю, читайте Пушкина. Он замечательно сказал. И долго буду тем, любительным народу, что чувства добрые я лирой пробуждал. Вот если будут добрые чувства, что в газете, что в телевидении, что в интернете, что в радио, у нас обязательно будет свой читатель, выскательный и благодарный. Это не все номинации и переможцы. С каждым годом медиа простора региона растею доскональвается. Друкованные СМИ больше активно выходят у интернет, расте колькости особных информационных интернет-ресурсов. У каждого представника МАС-Медия свои меты и своя аудитория. Приятно отметить, что хоть наш конкурс для многих стал уже традиционным и ежегодным, но каждый год прибавляются новые участники. Если раньше у нас, скажем так, традиционно очень хорошо участвовали наши основные государственные редакции, то сейчас уже у нас подключились и ведомственные. Присылаются работы, которые почти что находятся на хорошем конкурентном уровне с нашими районными редакциями. Поэтому было на что смотреть, было из чего выбирать. Как прогучала подчас церемонию ознагародживания, для журналистов соправдное выпробование на профессионализм, адлюстрование самых значных политичных и культурных подей. Кали компетентность, худкость, умение делать правильные акценты, выращают тое, як эту информацию успрымуть и оценять люди. Слухачи, читачи, глядачи. И важно, кабу медиа простору приходили працаваць только те, хто без этой справы не уявляет своего життя. Марина Джалая, Сергей Негеревич, Валерий Гапанько, телерадио «Компания Гомель». Великий экран, 300 посадочных мест – интерактивные зоны. В Гомеле завершаются опошние приготовления фан-зоны до трансляции других европейских гульнив. С 21 по 30 червня городжан и гостей города, необыяковых до спорта и просто аматоров активного отпочинку, чекаются на плясовцы побачь с лядовым палацем. Чим будут вздевлять гомельских болельщиков? Сюжет Марины Джалай. Болеть за наших спортсменов и просто добро провести час. Плясовка побачь с лядовым палацем повольно перетворяется в масштабную яркую фан-зону. Тут каждый день с 21 по 30 червня можно будет надзирать за другими европейскими гульнями. Спортивные баталии будут транслироваться на великим, по мерам 4 на 7 метров, экране. Сегодня специалисты приступили до его монтажу. На суперть глядацкая трибуна на 300 мест. Но это еще не все. До начала европейского тут появятся интерактивные плясовки, где все желающие, и дети, и доросые, смогут попробовать свои силы в том или ином виде спорта. В связи с тем, что фан-зона будет работать и в поздние годины, для зручности болельщиков появятся дополнительные вечерние рейсы громадского транспорта. За смачную ежу и напитки будут отказывать кулинары фудкорта. На протяге всех 10 дней в фан-зоне будут выступать лучшие творческие коллективы Гомельщины. Именно в первый день, 21 июня, на церемонии открытия у нас будет работать самый большой первый концертный блок с участием самых лучших творческих коллективов. Не буду раскрывать, у нас будут белорусские звезды, у нас будут хедлайнеры. И, конечно же, это будут главные люди, это наши спортсмены, наши звезды. Будут прямые включения, будут записи, и будет много обязательно сюрпризов для наших фан-болельщиков. Кроме того, тут же продуглежена территория и для интеллектуальных споборництвов. Приехали представители дирекции и на протяжении всех 10 дней здесь будут довольно-таки интересные современные молодежные интеллектуальные игры, которые будут, естественно, связаны со вторыми европейскими играми, с олимпийским движением. И довольно-таки большое количество конкурсов, довольно большое количество интересных мероприятий как для детей, так и для взрослых. В наибойнейшем мультиспортивном форуме континента примутил дел больше за 4 тысячи спортсменов с 50 краин. Они разыграют 200 комплекта узнагород в 15 видах спорта, а так само лицензии на Олимпиаду 2020 в Токио. Спортсмены Гомельщины выступят в 9 видах. Марина Джалая, Валерий Гопанько, Телера, Докомпания Гомель. Сюня на Гомельщине дадзина старт мероприемствам, присвеченным 110 годзю вядомого советского дипломата уроженца Ветковского района Андрея Грамыки. Яны будуть проходить на протягу месяца. Першой у гэтым списе стала Международная навыково-практичная конференция с удделом представников Беларуси, России и Украины под рабязностью материалин наших корреспондентов. Город Ветка, середняя школа номер 1. Ровно 10 году тому, подчас святковання 100 годзя, с дня народжения знакамітага земляка, ё было присвоена імя Андрея Грамыки. Яму ж присвечена і основная частка экспозицій школьнага музея. Об яго узроуні можна меркаваць па такім факці. Зараз прайшлі усе неабходны ў такім выпадку узгадненні на присвоенні музею звання народны. Што тыжыцца непасрэдны экспонатаў, то значна іх частка подарунок сям'ї Грамыки. Недзе два месце таму тут атрымалі унікальные документы, які допамагаюць больш деталёва ўявіць працовны шлях знакамітага земляка. Спашатку супрацовніка Народнага комісаріята замежных справ, потым пасол і першы сайвецкі дипломат ў Організація об'яднанных націй. С 1957 года міністра замежных справ Сайвецкага Саюза. Уперед с 85-го до 88-го старшыня Презідуума Верховнага Савета СССР. По сутнасті, гэта пасада узровню керуняка Великой Державы. У нас даже есть такая задумка сделать вот здесь экспозицию, посвящённую не только Андрею Андреевичу, но и его семейству. Анатолий Андреевич был член-корреспондент, его сын был член-корреспондентом Российской Академії Наук, директором Института Африки. А внук Алексей Анатольевич, он сейчас директор Института Российской Академії Наук Института Европы и тоже член-корреспондент Российской Академії Наук. Память обзнакомитым земляку овецы заховывается не только в школьном музее. Тут есть в улице имя Грамыки и просвечена ему стела на Аллее Героев. А тому совсем не выпадково, что именно в этом городе даден и старт початку мероприемства просвеченных двойчих героев социалистичной працы. На международную конференцию запросили новоковцы из Беларуси, России и Украины. Мой доклад он присвечен формированию того света, того нового аппарата в свете, який утворился после Другой Суспертной войны в вознику разгрома нацистской Германии и АЕ союзников. Как раз Андрей Андреевич Грамыка был активным удельником этих процессов и он принимал в делу в этих конференциях, на которых формировался новый послевоенный порядок. Его вклад довольно значный. На протягу Амаль-20-ти годов Андрей Грамыка разом с выполнением своих основных службовых обовязков был главным редактором часописа «Международное житцо». В 1988 он написал двухтомную книгу вспоминал «Памятная». Сегодня в свободном доступе находится шмат информации про Андрея Грамыку, а Лена Вуковцы постоянно знаходят у его биографии нечто новое. Сегодня в Москве в культурном деловом центре открывается выставка из дворцового парка в ансамбле. Час сотрудник находится там. Также пройдут ряд мероприятий в учреждениях культуры, музеях, библиотеках области. Творчество политическое наследие Грамыка уникальное, оно еще требует дополнительного изучения. И поэтому эта научная конференция даст тот материал, который лежит в основу сборника научных статей. За протяглой отсутности опадков и спеки на территорию региона дейничает высокий класс пожарной небезпеки. Во усих районах в области, окроме Лоевского и Октябрского, увидена заборона на наведывание лесов. Засушливое надворье сприяе легкому зникнению пожаров и их худкому расповсюджванию. Привезти до великой беды может навод кинуты окурок. Каб попередить махчимую отмовиться от визитов в лес. Рухаться дозволяется только спецтранспорту для выполнения плановых работ. Меж тем, за станом справ на подконтрольных территориях пильно сочить представники лесной аховы. Они ведут назирание с допомогой наземных и поветрных сродков. Квадрокоптеры передают информацию с высшением птушинного полета, стационарные камеры видеоназирания с пожарных вышек. На древах усталеваны фотопастки, которые фиксуют заявление порушальников на часово закрытых территориях. Усяго в лесах Гомельской области их усталевана каля 200. Усилия снидствы переведены на возможный вариант работы. Проводятся оховные мероприемства по продухелению очагов сгорания в экосистемах. Организуются с уместными с сопротивниками МНС профилактичные и рейдовые мероприемства. Сегодня достаточно сложная напряженная у нас обстановка в лесах складывается. В первую очередь это связано с погодными условиями, которые у нас установились, отсутствие осадков. Сегодня у нас закрыта практически вся область за исключением Октябрьского и Луевского районов. Введен запрет на посещение лесов. Я хочу обратиться ко всем нашим гражданам, чтобы воздержались от посещения лесов. За это предусмотрена ответственность административная по статье 15.29, которая предусматривает штраф до 25 базовых величин. В дальнейшем, если погодные условия будут меняться, то запреты будут сниматься. Для удельников студентских отрадов повинны быть створены здоровые и беспечные умовы працы. Это обвязаны забеспечить как процедавцы, так и керовники районных штабов по организации молодежной занятости. Для их сегодня в Гомеле провели научальный семинар с уделом представников департамента пахови працы и прокуратуры. Житие и здоровье у дельников студентских працевных отрадов на первом месте. Другостная занятость молодых людей организуется в рамках правового поля. Отповедность умов працы по требованиям повинны проверить керовники районных штабов молодежного працев лоткования в момент заключения договора. Районные комитеты заключают договора напрямую с нанимателями, а это и соблюдение условий труда, техника охраны труда, условия, в которых ребята работают. Вот такие моменты. Учитывая то, что большинство ребят несовершеннолетние, то там есть особенности трудового законодательства по их работе. Працовный семестр 2019 уже у разгары, однако жадающих працев лотковаться чекают в штабах и зараз. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomil.by На этот выпуск завершен. Спасибо за увагу Де Факто продолжает эфир телеканала Беларусь 4. В студии Александр Гамоля. Здравствуйте. Утомленное солнцем накануне в Гомельской области произошло два ДТП, в которых пострадали люди. В ГАИ считают, на исход событий повлияла усталость водителей. Трактор и легковушка столкнулись в Петриковском районе. Как предполагают в ГАИ, водитель автомобиля Мерседес вероятнее всего уснул за рулем и врезался в трактор Беларусь, который двигался в попутном направлении. Дорожно-транспортное происшествие случилось на 271-м километре автодороги М-10. Водители обоих транспортных средств были госпитализированы. А в Светлогорском районе легковой автомобиль Рено Дастера столкнулся с фурой. Водитель иномарки выехал на полосу встречного движения и не смог разминуться с грузовиком. От удара у Дастера разворотила переднюю часть, в салоне сработали подушки мужчину зажало между сидением и панелью приборов автомобиля. В момент аварии в машине находился и его несовершеннолетний сын. Обоих после спасения доставили в больницу. Пострадавшие находятся в реанимации. Водитель фуры не пострадал. В ГАИ предполагают, что хозяин внедорожника мог также от усталости уснуть за рулем. По факту двух происшествий сейчас проводится проверка, устанавливаются причины происшествия, условия. При управлении транспортным не придают особого значения сонливости, усталости за рулем. А именно такое состояние снижает внимательность и быстроту реакции. Поэтому в случае ощущения сонливости, усталости, когда закрываются глазки, водителю необходимо остановиться, передохнуть и только после отдыха продолжить свое движение. Склад деревообрабатывающих материалов полыхал в Гомельском районе. Возгорание произошло ночью в деревне Уза. В результате пожара никто не пострадал. Уничтожена готовая продукция. Это поддоны и отходы деревообработки. Служба спасения по телефону 101 поступило сообщение о пожаре склада на территории деревообрабатывающего предприятия совместного общества с ограниченной ответственностью промдревсервис в деревне Уза Гомельского района. Когда спасатели прибыли на место, наблюдалось открытое горение щепы, которое хранилось на открытой площадке. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия возникновения пожара, занесение постороннего источника зажигания неустановленным лицом. Милиция не дала группе наркозбытчиков из Светлогорска заработать на реализации лекарства с содержанием психотропных веществ. Оперативники задержали мужчину, у которого при себе обнаружили 46 капсул и 5 ампул тромодола, опиоидного анальгетика, который разрешен только контролируемому обороту и предназначен для тяжелобольных людей. У задержанного была сообщница. Она привезла наркотические лекарственные препараты из Пуховического района, где работала сиделкой онкобольной пенсионерки. А потом попросила своего знакомого их продать. После смерти пожилой женщины забрала лекарственный препарат с собой. Уже по месту жительства решила реализовать с помощью знакомого. Знакомый вызвался помочь женщине, но стал мишенью правоохранителей с материалами проверки. По этому делу теперь работают следователи. На сегодня все. Оставайтесь на Беларусь 4. Эфир телеканала Беларусь 4. Гомель продолжают новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. МФК ВРЗ стал серебряным призером чемпионата Беларуси по мини-футболу. В четвертом матче золотой серии гомельская команда уступила минской столице со счетом 3-1. Минчане в третий раз стали чемпионами Беларуси и получили право представлять нашу страну в грядущей лиге чемпионов. Напомню, второй представитель области команда БЧ в полуфинале уступила Оршанскому Витену и заняла четвертое место. Завершилась республиканская спартакиада школьников по велосипедному спорту на шоссе среди юношей и девушек 2003 года рождения и моложе. В соревнованиях участвовали представители всех областей и города Минска. Всего 40 девушек и 48 юношей. Сборная Гомельской области одержала уверенную победу в общекомандном зачете, опередив в команду Витебской области, занявшую второе место. Среди девушек в индивидуальной гонке на время Ирина Чуянкова из Будокошелевского района завоевала бронзовую медаль. У юношей в этом виде программы лишь две секунды отделили от первого места Никиту Тура. Бронзовую медаль завоевал его товарищ по команде Максим Иванец. Оба они из города Речицы. А во второй день соревнований сборная Гомельской области одержала Викторию в командной гонке. В заключительный день соревнований наши юноши победили в гонке Критериум. Гомельские гимнасты завоевали бронзовую медаль на Республиканской Спартакеаде школьников по спортивной гимнастике, которая проходила в Могилеве. Команда юношей, в составе которой выступали Данила Григорчук, Вячеслав Лемешков, Алексей Родионов, Назар Иванов и Павел Борисенко завоевала серебряную медаль. Команда девушек Гомельской области завоевала бронзовую медаль. В ее составе выступали Мария Енина, Ирина Ануфриева, Елизавета Стрижко, Дарья Борисенко и Анастасия Юревич. Всего в активе у гомельчан 11 медалей. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4.